Дворцы спорта Многие любители хоккея специально попросили нас, чтобы мы показали эту вторую встречу. Тем более, что мастерство канадских хоккеистов известно широко за пределами Канады. Встречи с участием канадских хоккеистов всегда привлекают внимание любителей спорта, любителей этой увлекательной и интересной игры. А тем более встречи советских и канадских хоккеистов. В первой встрече, как известно, команда Канады, команда Чатам Меронс, победительница высшего приза любительской хоккейной федерации в Канаде, Кубка Аллена, команда Чатам Меронс, выиграла со счетом 5-3 у советской команды. Советские хоккеисты на протяжении всей этой встречи владели инициативой, имели, казалось бы, преимущество игровое, однако очень четкие действия защитников команды Канады. Прежде всего, великолепно действуют канадские хоккеисты в обороне. Под час можно видеть, как ворота на пути к воротам встают защитники, как бы являясь вторым, третьим, а иногда и четвертым воротарем. Четко сыграли и нападающие команды Канады, которые использовали... Команда Канады провела в наши ворота 19 бросков и 5 раз броски достигли цели. В то время, когда советские спортсмены провели по воротам Канады 69 бросков и только 3 раза шайба побывала в воротах канадцев. Итак, второй матч. Вы видите на поле хоккеистов Канады и советских спортсменов дружеские рукопожатия. Нужно сказать, что и первая встреча здесь, во дворце спорта, позавчера прошла на редкость в корректной дружеской спортивной обстановке. Почти не было, было очень незначительное количество удалений за нарушение правил, но встреча была настоящая, спортивная. Во встречах с канадцами принимает участие 6 молодых спортсменов, которые впервые играют с канадцами. И сегодня мы будем с вами наблюдать за еще одним дебютом. Ворота сборной клубов защищают молодой вратарь из горьковской команды Торпедо Виктор Коноваленко. Итак, вторая встреча команд Чатам Меронс, Канада, сборная клубов Советский Союз. Команда выступает сегодня в следующих составах. Чатам Меронс, Канада. Вратарь Ботт Харлей. В обороне играют Джек Дуглас, капитан команды Эльмор Скоу, Айвен Теннент, Стэн Лонг. Нападающие Эри Дик, Эдди Буш, Джо Мало, Фрэнк Батгейт, Фред Плетч, Лу Бендо, Тед Пауэр, Батч Мартин, Джордж Аткен, Джек Стоддарт, Билл Форхенд. Капитан команды Джек Дуглас, защитник второй номер. Простите, сейчас шайбу Локтева. Ничего опасного, кажется, для ворот Канады не получилось. Впрочем, простите, вот шайбу Альметова. И опять канадца, обороняясь, вводит шайбу в среднюю зону. Тренирует команду Канады Тед Пауэр, он же 12 номер. Вы уже, очевидно, с ним знакомы, тот, кто видел нашу первую передачу. Тот, кто не видел, обратите внимание, он же и игрок, он же и нападающий. 12 номер Пауэр. Направо от нас сейчас с вами ворота команды Советского Союза. Советские спортсмены выступают сегодня в таком составе. Воротарь Виктор Коноваленко. В обороне играют Иван Трегубов, Владимир Брежнев, Генрих Сидоренков, Валерий Кузьмин и Александр Рагулин. В нападение играют Константин Локтев, Вениамин Александров и Александр Альметов, Евгений Майоров, Вячеслав Старшинов, Борис Майоров, Владимир Брунов, Игорь Дыконский, Валентин Сенюшкин, Виктор Цыплаков, Николай Снитков, Виктор Якушев и Валерий Никитин. Это заявка. На самом деле, как нам перед игрой сказали тренеры, советские спортсмены предполагают в сегодняшнем состязании выступать двумя парами защитников. Молодой защитник из Химик Рагулин и Трегубов. Вот они сейчас на поле как раз шайба у Рагулина. Вот он, тринадцатый номер. А в нападении тремя тройками. Вот сейчас на поле братья Майоров и Старшинов. Атакуют сейчас советские хоккеисты. Тройку вы уже видели Локтев, Александров, Альметов и третья тройка из локомотива Цыплаков, Якушев, Снитков. Сейчас атакуют канадские спортсмены. Положение вне игры вбрасывание. Сегодняшнее состязание судят судья международной категории Вагнер, Федеративной Республики Германия, и судья в союзной категории Андрей Старовойтов, Советский Союз. Сегодняшний матч, так же как и предыдущий, да я думаю, что и как все матчи с участием канадских хоккеистов, вызвали и еще вызовут огромный интерес. Дворец спорта переполнен любителями этой увлекательной игры до отказа. А сколько еще желающих не смогли попасть, сколько желающих надеялись приобрести билет у входа на стадион, они не попали. Ну, впрочем, миллионы наших телевизионных зрителей имеют возможность наблюдать за ходом этого увлекательного поединка. Вот сейчас шайбу Бориса Майорова. Пас назад. Старшинов не смог овладеть шайбой, но шайба в зоне команды Канады. Инициатива с первых минут принадлежит советским спортсменам. Но обратите внимание, канадские спортсмены очень дружно обороняются, а сейчас не контратакуют. Вот шайба уже у ворот советской команды. Вот шайбу Бориса Майорова. Борис Майоров отдает Старшинову. Старшинов Евгению Майорову. Тройка советских спортсменов. Вот шайба у Майоров. Борис Майоров открывает счет. 1-0 в пользу сборной команды, сборной клубов Советского Союза. Прошло всего лишь 2,5 минуты. Счет открыт. Сейчас на поле... Вы слышите, публика приветствует успех молодого спортсмена. Ну что ж, это ответственный матч, тем более, что первую встречу молодая тройка наша не совсем выдержала испытания, волновалась. Сейчас играет значительно увереннее. А сейчас уже в команде Советского Союза на ледяном поле Брежнев-Сидоренков в обороне. А в нападении тройка локомотива Снедков, Якушев и Цеплаков. В команде наших гостей сейчас выступает Дуглас Исков в обороне. А в нападении играет тройка Мартин, Пауэр и Бендо. Атакуют канадцы. Они устремились вперед. Сейчас советские спортсмены атакуют. Шайба у Цеплакова. Против него применяется силовой прием. Канадцы очень точно и уверенно действуют во вороне. Вот обратите внимание, как точно действует защитник Дуглас. От шайбы у Пауэра, у тренера команды. Он стремится прижать ее или выбросить среди зоны. Выбрасывает. Пауэр выбросил шайбу через все зоны. Последовал свисток смена составов Браса. В команде Советского Союза играет Рагулин Трегубов, а в нападении тройка Локтев Альметов Александров. Нужно сказать, что наши гости были очень довольны своей первой победой, своим первым выступлением в Москве. Они рассчитывают и сегодня провести встречу не менее успешно. При делегации канадской команды работает переводчиком известный советский футболист Юрий Седов. Вы помните этого замечательного нашего защитника, игрока сборной команды Советского Союза? Юрий Седов сегодня нам рассказал, что канадцы очень настроены по-боевому, очень хочется им выиграть. А один из руководителей команды даже в шутку заключил с Седовым пари. Седов предсказал, что выиграют советские спортсмены, что они возьмут реванш. А канадец убежден в силе своей команды. Вот видите опасное положение. Канадцы славятся своими неожиданными прострельными передачами. А здесь у ворот непосредственно они очень активно действуют, стараются добить или подправить шайбу в ворота. У канадцев сейчас играет в обороне Лонг, седьмой номер, Исков, третий номер. А в нападении действует тройка Стоддер, Буш и Малу. Вот сейчас шайба у Локтева. Видите, против него применяется силовой прием. Здесь все канадцы, и шайба уже в средней зоне. А ворваться туда пройти не так-то просто. Сейчас шайбой владеет Брежнев, наш молодой защитник. Он тоже впервые играет против канадской команды. Шайба Александрова. Александрова прижимает гор к борту. Ну что же, это в пределах правил. Не удивляйтесь, такие приемы в канадском хоккее разрешены. Канадская школа хоккея отличает не только высокое коллективное, но и индивидуальное мастерство, позволяющее легко обыгрывать соперника на всех участках поля один на один. И, конечно, универсальная, как принято ее называть, тактика силового давления. Обычно канадцы не только заставляют постоянно противника защищаться, но и, применяя много силовых приемов, заставляют его и ошибаться. Более того, действуя смело, а решительно, а подчас и небезопасно для противника, ну обычно это бывает в чемпионатах мира, в таких календарных играх, канадцы действуют и психологически против него. Мне не раз доводилось видеть игру многих канадских команд на различных чемпионатах мира, и все хоккеисты Канады действуют именно так, почти все без исключения. Вот Старшинов сейчас бросил шайбу, сейчас на ледяном поле за командой Советского Союза выступают братья Майорова Старшинов, Брежнев и Сидоренков в обороне. У команды Канады сейчас играют Батгейт, Плетч и Аткин на нападении. Вот Батгейт с шайбой, шайба за воротами, шайбу подхватил Сидоренков. Шайбу у Евгения Майорова, у Старшинова, у Евгения Майорова. Бросок, передача последовала Старшинова, бросок Старшинова не достиг цели. Канадцы атакуют. Плетч владеет шайбой, десятый номер. Сидоренков перехватил шайбу. Наш капитан сегодня, он заменяет нашего ветерана Николая Сологубова. Сегодня Сидоренков капитан. Шайба в средней зоне, у Лонга. Защитник Лонг посылает ее вперед. Сейчас шайба у Сидоренкова. Сидоренков отдает вышедшему Сниткову. Сейчас уже на ледяном поле тройка локомотива. Пас Якушеву. Вот видите, шайба прижата к борту. А шайба оказалась у Якушева. Свиска не последовала передача. Рагулину, бросок. Бросок. Собственно, даже не бросок был, а удар Сидоренкова. Не точно. Опять советские спортсмены заперли в зоне защиты команду Канады. А канадцы опять очень точно обороняются. Очень точно. Обратите внимание, что уже первый период сегодняшнего матча проходит значительно энергичнее, чем первый период матча позавчерашнего, первой встречи канадских и советских спортсменов. Свисток в расе. Наша команда иногда практикует замену игроков без остановки игры, как это было только что. Ну, рассчитывая, что вступившие в борьбу отдохнувшие спортсмены могут с большей энергией вести борьбу против уставших соперников. Правда, это не всегда удавалось в первом матче, так как и канадцы, в свою очередь, своевременно успевают провести смену составов. Игра проходит очень быстрым темпом. Шайба у Снепкова. Это уже Цыплаков владеет шайбой. Здесь же Трегубов подключается в атаку преимущества игровое. Опять на стороне советских спортсменов. Бросок Трегубов не достиг цели. А сейчас Лонг, защитник, выбрасывает шайбу в среднюю зону. Довольно-таки точно он адресовывал шайбу Гику. Но советские спортсмены перехватили. Шайба и вот быстро проводит смену составов. Опять появляется уже тройка Александрова. Сидоренков выбрасывает шайбу. Но шайба в зоне нашей команды. Бросок. Даже выше ворот. Обычно этот термин применяется в футболе. Вот сейчас с контратакуют советские спортсмены. Шайбу Александрову. Войти в зону ему нельзя. Иначе раздастся свисток. Будет положение вне игры. Вот. Сейчас Альметов направил шайбу к воротам соперника. Игра проходит в очень быстром темпе. Очень быстром. Между прочим, вышел Деконский вместо Локтева. Локтев после первой игры получил незначительные повреждения. Видимо, в сегодняшнем состязании Локтев будет чередоваться с Игорем Деконским в игре в тройке. Сейчас Александров, Альметров и Деконский играют на ледяной площадке. У наших гостей играет Мало, Дик и Форхен. Шайбу Брежнева. Пас Деконскому. Отбрасывает шайбу в среднюю зону. Шайбу Брежнева. Пас Александрову. Опять защитник выбрасывает шайбу. В сегодняшнем состязании советские спортсмены действуют значительно четче в обороне. Во всяком случае, вот эти первые 9 минут. Шайбу Александрова. У Деконского. У Альметова. Передать шайбу или произвести бросок не удалось. Шайбу у Сидоренкова. Щелчок. Видите, как самотвержный защитник. Преградил путь шайбе. Сейчас контратака наших гостей. Шайбу у Пауэра. Нет, Альметов отбросил ее. Деконский. И Лонг. Шайба в средней зоне. Ща она у Александрова. Александров войти. Прорваться вперед не мог. Там был Деконский. Сейчас наши хоккеисты проводят смену составов. Старшинов появился. И братья Майорова. Трегубов и Рагулина. Шайба у Бориса Майорова. У Евгения Майорова. И в средней зоне. Правда, у Трегубова. Трегубов потерял ее. И шайбой владел уже Мартин. Игрок многих чемпионатов мира. Вот и Коноваленко сделал первый. Собственно, первый раз вступил в игру. Если так можно сказать. У наших гостей сейчас играют Бенда, Пауэр и Мартин. Пожалуй, сильнейшая тройка. На площадке. И в обороне Дуглас. Второй номер капитана. Вот он сейчас овладеет шайбой. Евгений Майоров. Вот шайбу пытаются прижать к борту. Раздается свисток смену состава. Игра сегодня идет в очень быстром темпе, стремительных взаимных атаках. Атаке следует у одних и других ворот. Но преимущество игровое на стороне советских спортсменов. Спортсмены мгновенно меняют направление. То развивают предельную скорость. То внезапно останавливаются. Час сбрасывания проводит судья. Из Федеративной Республики Германии. Вагнер. На площадке. Тройка локомотива. И в обороне Сидоренков и Брежнев. Шайба у Сидоренкова. Свисток. Положение вне игры. Шайба у Сидоренкова. Шайба у Сидоренкова. У Сидоренкова советские спортсмена атакуют. Пас направо. Шайба у Сидоренкова. Видите, ворота уже снесены. Собственно, куда же бросать? Ворот стоят не на месте. Вот судья Старовойтов ставит их. Канадцы, защищаясь, выбрасывают в среднюю зону. Но сегодня им больше, пока предстоит, больше им приходится защищаться. Опять смена составов тренеры стремятся как можно чаще произвести смену, чтобы поддержать и без того быстрый, быструю игру, быстрый темп. Глядя на игру наших гостей, невольно приходится восхищаться их спокойствием, их необычайной четкостью в обороне и очень самоотвержными действиями при атаке их ворот. Обратите внимание, как действуют защитники, как самоотверженно они бросаются под броски. Канадские хоккеисты часто применяют силовые приемы, которые разрешены правилами. Но, правда, наши спортсмены тоже умеют применять силовые приемы в борьбе за шайбы. Тоже могут, когда надо, отжимать противника в сторону. Вот опасное положение. Бросок. Коноваленко выручает свою команду. Шестой номер. Эдди Буш бросил сейчас. Имел выгоднейшее положение. Вот так же, как и 18 номер. Впрочем, опасное положение сейчас у наших ворот. Вот три раза три канадских хоккеиста с Тоддард Буш имели возможность реальнейшую сравнять счет. Но то ли поспешили, словом, допустили оплошность. Да и Коноваленко спокойно сейчас защитил свои ворота. Сейчас на ледяной площадке Деконской, Альметов и Александров. А в обороне Рагулин и Трегубов. Вот шайба у молодого хоккеиста Рагулина. Деконской владеет шайбой. Шайба у канадцев. Чатам Меронс устремился в ответное наступление. Вот вы обратили внимание, как только шайба находится у канадцев, они мгновенно стараются направить ее в зону соперника. В зону защиты нашей команды. Вот видите острое положение у наших ворот. Вот момент, кажется, ликвидирован. Контратакуют советские спортсмены. И когда канадцы обычно забрасывают, бросают шайбу в зону, тоже канадский вратарь выручает свою команду. Когда канадские игроки, канадские хоккеисты вбрасывают в нашу зону, то если шайба оказывается у крайнего нападающего или у защитника, он посылает ее к воротам, где уже один, а то и два хоккеиста ждут эту передачу, чтобы в непосредственной схватке у ворот добить, подправить ее в ворота. Вы это еще увидите. Впереди еще два периода игры. А сейчас ведь прошло ровно 14 минут первого периода. 14 минут. Вы не забыли? Единственная шайба, заброшенная Борисом Майоровым, пока вывела советскую команду вперед. Сейчас шайба у Сидоренкова. У Бориса Майорова. Старшинов владеет шайбой. Пас на право Евгению. Шайба Брежнева. Бросок. Видите, уже под бросок там бросаются защитники. И ликвидирован момент. Брежнев сделал такой же прием, как же и канадские хоккеисты. Направил шайбу прямо к борту. Канадцы контратакуют. Вот, видите, прострел вдоль ворот, если так можно сказать. А сейчас играет Бэтгайд Плетч в нападении у канадцев и Бэндо. Шайба у Старшинова. Пас Евгения Майорова. Шайба у Евгения Майорова. Канадцы внимательно следят, что будут делать советские спортсмены. Ответь, один даже защитник опустился на колени. Это Сков. Шайба у Сидоренкова. Капитан нашей сборной посылает ее Борису Майорову. Тот входит в зону, отдает Старшинову. Старшинов проходит за воротами. И не удалось увеличить счет. Энергично действует молодежь. Вот и Евгений Майоров применил сейчас силовой прием против канадского хоккеиста. Цыплаков появился. Смена составов. Цыплаков отдает Евгению Майорову. В этот момент проходит смена. Якуша вбрасывает шайбу к воротам канадских хоккеистов. А здесь против Сидоренкова применяется силовой прием, но неправильно. И судья вынужден удалиться нарушению правил канадского хоккеиста Плетча на две минуты. Кажется, это Плетч. Десятый номер. Советские спортсмены имеют численное превосходство. А смогут ли они использовать это свое преимущество? Мы сейчас с вами увидим. Две минуты они будут играть, имея на одного хоккеиста в своем составе больше. Тренер Тарасов выпускает вместо Рагулина Сидоренкова, обладающего очень мощным броском. Да, Плетч удален. В обороне играют Крегубов и Сидоренков. Защитники, обладающие очень мощными бросками. А в нападении тройка локомотива Снедков, Якушев от шайбы у Трегубова. Сейчас у Сидоренкова Снедков. Не смог обладеть, но шайбу у Цыплакова. Пас назад Сидоренкову. Пас Трегубову. Бросок. Шайба оказывается у Якушева. У Трегубова. Бросок. И опять там дружно защищаются наши гости. Очень дружно. Я уже вам говорил в начале, что иногда любители сравнивают игру защитников, защиты канадской команды с игрой вратарей. Потому что они действуют как вратарей. Видите, они преграждают путь. Их три человека. А куда бросить шайбу Трегубову? Очень трудно. Нет места свободного. Все закрыто. Вот передача Цыплакову. Цыплаков отдает Сидоренкову. Передача еще. Это уже следующая передача была, по-моему, ни к чему. Словом, канадские хоккеисты видите, отбросили шайбу в нашу зону. Время идет. Преимущество по-прежнему на нашей стороне. Мы имеем на одного хоккеиста. Больше в своем составе советские спортсмены, набирая скорость, устремились в атаку. Шайбу Сниткова. Пас назад Сидоренкову. Просок. Неудачно. Шайбу устремился Снитков. Снитков отдает Трегубову. Просок. Опять канадские хоккеисты. Это лонг-защитник. Отбрасывает шайбу Якушу. Тот Сидоренкову. Значит, шайба опять у Якушу. Опять у Сидоренкова. Бросок. Вратарь отбрасывает. Еще бросок. И опять великолепно действует вратарь канадской команды. Опытный хоккеист. Шайбу Трегубова. Бросок. И опять шайба. Не идет в ворота. Какое выгодное положение. Видите, целая смалка. Канадцы дружно защищаются. И броска решающего пока нет. Вот Сидоренков опять произойдет бросок. Шайбу Цыплакова. Пас назад. Шайбу Трегубова. Бросок. Сколько бросков. Броски следуют ежесекундно. А счет не меняется. Опять шайбу Трегубова. Бросок. И опять, видите, защитник самотверженно защитил свои ворота. Канадские хоккеисты ликвидировали угрозу своим воротам. И вот уже Чата Меронс играет в полном составе. 19-й минута идет первого периода. Шайба у Сидоренкова. Советские хоккеисты провели замену Деконской, Альметов и Александров. Нападение. Брежнев. В обороне. И Сидоренков. Наши гости играют Мартин, Пауэр Бендо, а в обороне Дуглас. Бендо произвел сейчас бросок. Альметов преградил путь. Вот опасное положение. Брежнев овладел шайбой, направил ее в среднюю зону Александрову. Канадские хоккеисты овладели. Шайбой в свою очередь последовала серия передач. Канадцы атакуют. Сейчас пойдет последняя минута первого периода. Шайба у Альметова. Он входит в зону противника. Порсок. Шайба попадает в защитника. И Теннет, четвертый номер, второй защитник, уже направил ее своим товарищам. Шайба у Мартина. И Крок участвовал на многих чемпионатах мира и Олимпийских игр. Четырнадцатый номер. Шайба у Альметова. Шайба у Брежнева. Просок. Впять не точно. Шайба у Александрова. Силовые приемы пошли. Вход. Шайбу Деконского. Пас Альметову. Просок. Шайба у Александрова. Просок. Видите, защитник. Стоя на коленях. Опять-таки защитил свои ворота. Гости столицы. Это очень опытный коллектив. Мы уже вам о нем рассказывали. Да вы прекрасно знаете. Шесть игроков команды Чата Меронс совсем недавно играли еще за профессиональные команды. Несколько спортсменов выступали и на Олимпийских играх, таких как Бендо номер одиннадцать, Мартин номер четырнадцатый. Вот закончился первый период. Один-ноль. В пользу советских спортсменов. Эту единственную шайбу забросил на третьей минуте Борис Майоров. После перерыва мы продолжим нашу передачу из Дворца спорта. Это те, которые опоздали, возможно, к нашему рассказу, а я думаю, что их сегодня нет. Впрочем, это не мешает. Разрешите коротко сообщить вам составы играющих сегодня команд и о том, как прошел первый период сегодняшней встречи. Итак, команды выступают сегодня в следующих составах. Гости команда Чата Меронс. Вратарь Алл Беннет. В защите номер второй Джек Дуглас. Номер третий Эльмар Скофф. Номер четвертый Айван Теннент. Номер седьмой Стэн Лонг. Нападение номер пятый Эрни Дик, номер шестой Эдди Буш, номер восьмой Джо Мало, номер девятый Фрэнк Батгейт, номер десятый Фред Плетч, номер одиннадцать Лу Бендо, номер двенадцать Тед Пауэр, номер четырнадцать Батч Мартин, номер шестнадцать Джордж Аткин, номер восемнадцать Джек Стоддарт и номер девятнадцать Билл Форхен. Капитан команды Джек Дуглас, главный тренер команды Тодд Джек и тренер команды и, как вы уже, наверное, обратили внимание, играющий, как его называют, тренер Тед Пауэр. В сборной клубов Советского Союза ворота защищает Виктор Коноваленко, команда Торпеда Горький. В защите играет номер третий Иван Трегубов, номер четвертый Владимир Брежнев, номер пятый Генрих Сидоренков, номер шестой, номер тринадцать, простите, Александр Рагулин. В нападение играет номер седьмой Константин Локтев, номер восьмой Вениамин Александров, номер девятый Александр Альметов, номер десятый Евгений Майоров, номер один Свячеслав Старшинов, номер двенадцать Борис Майоров, номер пятнадцать Игорь Дыконский и третья тройка нападения, тройка локомотива, это номер семнадцать Виктор Цыплаков, номер восемнадцать Николай Снитков и номер девятнадцать Виктор Якушев. Капитан команды сегодня Генрих Сидоренков, который уступает под номером 5. Тренер команды Анатолий Тарасов. Только что начался второй период этого интересного поединка. Разрешите вам очень коротко сообщить о том, как прошел первый период. Конечно, для тех, кто опоздал. Первый период прошел при большом, я бы сказал, игровом и территориальном преимуществе советских хоккеистов, которые благодаря высокой скорости все время постоянно по существу находились в зоне защиты команды противников. Но, к сожалению, благодаря неточных завершающих атак, неточных бросков по воротам и с очень самоотверженной игры гостей в защите не смогли увеличить счет. Счет, кстати, был открыт на третьей минуте первого периода. Первым автором первой шайбы, заброшенной в сетку ворот канадских спортсменов, стал Борис Майоров, забивший шайбу с подачи своего партнера по тройке Старшинова. Идет сейчас вторая минута второго периода. Счет 1-0 в пользу сборной клубов Советского Союза, атакует сборная команда страны нашей. Сейчас Иван Трегубов в зоне защиты команды канадских спортсменов. Вот еще бросок поворотом, шайба у Евгения Майорова, передача. Но видите, опять канадские спортсмены ложатся под бросок, не давая возможности нашим хоккеистам произвести бросок поворотом. Сейчас на поле в защите играет Рагулин номер 13, и Иван Трегубов номер 3, тройка, спартакский тройка нападения. Вот только что было нарушение правил, шайба была прижата к борту, вбрасывание будет в зоне защиты команды Канады. Шайба находится в зоне защиты команды Канады. Она у Трегубова. Трегубов пытается обыграть там защитника Лонга. Шайба опять у советских спортсменов. Она у Евгения Майора. Евгений Майоров отдает Рагулин. Рагулин хотел отдать опять назад своему партнеру, но не получилось. Перехватил шайбу мало. Вот канадские спортсмены играют опять не точно. Наши хоккеисты пытаются вновь благодаря высокой скорости войти в зону команды противника. Но видите, канадские спортсмены встречают их у синей линии, то есть у зоны своей защиты. Вот Евгений Майоров сейчас в зоне защиты команды Канады. Передача к воротам. И никого не оказывается на птачке. Но вот Трегубов бросает по воротам, и шайба уходит за пределы поля. Вбрасывание в зоне защиты команды Канады. Гости сейчас выступают в следующем составе. В защите играет Скофф номер третий и Лонг номер седьмой. В нападении играет Тройка. Мало номер восемь. Дик номер пять. И Форхен номер девятнадцать. Вот Форхен сейчас шайбы в зоне защиты. Наши зоны защиты Сидоренков забирает шайбу, отдает Деконскому. Шайба возвращается в зону защиты Канады. Вот канадские спортсмены начинают атаку. Они приближаются к зоне защиты наших спортсменов. Входит в зону передача на птачок. Наши спортсмены блокируют Форхена, не давая возможности ему произвести бросок. И вот уже ответная атака. Альметов на большой скорости входит в зону защиты. Бросок поворотом. И опять неточный бросок Деконского. Очень опасный момент в зоне защиты канадских спортсменов. Но отлично играет опять вратарь. И он отбивает шайбу. Канадцы уже у себя в зоне начинают атаку. Но передача слишком далеко, слишком длинный бросок. Нарушение правил. И сейчас вбросят шайбу в игру. А пока знаете что? Товарищи операторы, покажите нам канадского вратаря. Сегодня их ворота защищает Альт Беннет. А посмотрите, он спокоен. Пока он спокоен, пока он так, видите, немножечко присел. Потому что шайба в зоне защиты его команды. Вот бросок. Опять он коленкой отбивает шайбу. Шайба не уходит из зоны защиты канады. Он волнуется. Смотрите, он присел. Сидит, мне кажется, все отлегло. Спокойно, спокойно. Но вбрасывание будет здесь. И вот он там распоряжается. Он распоряжается. Где он займет место. Вот в этой же танце. И где должны занять место его партнеры по команде. Вбрасывание справа от ворот. Шайба у советских спортсменов. Они отдают ее несколько назад своим защитникам. Шайбу Трегубу. Трегубу. Бросок в ворот. И вратарь только проводил глазами шайбу. Но не отходит от этой штанги. Теперь уже шайба переходит к этому бортику. Приходится занять здесь место. Самый опасный уголок. Нет, теперь опять с той стороны. Нужны к той штанге. А здесь уже и наши нападающие. Что будет? Видите, он уже... Он готов к броску. Видите, он уже отбрасывает. И закрывает шайбу. Тут шайба выйдет из игры. Ее вбросят. И у нее на душе будет спокойнее. Вот так мы через вратаря с вами посмотрим. Впрочем, тут, по-моему, все канадские защитники даже. Около своих ворот. Вбрасывание шайбы. Вратарь опять что-то там распоряжается. Вот он плотно держится одной рукой все время за штангу. Чтобы случайно не образовалось какой-нибудь такой маленькой щелочки, куда шайба могла бы пролететь. Но, как мы уже говорили, все-таки броски наши неточны. Вот она отсюда. Видите, он жует резинку и наблюдает за игрой. Кажется, можно довольно-таки спокойно себя чувствовать. Шайба в зоне защиты нашей команды. Вот он поэтому так и чувствует себя. Ну, вот, простите, идет атака уже на эти ворота. И шайба в зоне защиты канадской команды. Бросок в ворот. И вратарь опять спасает положение. Прикрывает своим телом шайбу. Опять будет сбрасывание. Нет, Албенет определенно на высоте. Вернее, он так хорошо накрывает все время шайбу, что спасает свою команду. Действительно, как мы вам уже сказали, преимущество сегодня территориальное, бесспорное, игровое, бесспорное советских спортсменов. Но нет броска хорошего. Вот сейчас шайбу выбрасывает. И он поэтому готов. Алб готов. Ну, можно опять последить за игрой. Но тут шайбу подхватывают канадские спортсмены. И поэтому ему так легче. Видите, он даже распрямился. Можно спокойно себя чувствовать. Можно даже вот так похлопать по своим конькам, по ботинкам. Немножечко так снег он пытается разгребать. Потому что шайба около синей линии нашей команды. Она в средней зоне. И вот канадцы перехватывают шайбу. И устремляется в зону защиты уже советской команды. Но оттуда защитники благополучно отправляют шайбу. Опять в среднюю зону. Тут и опять подхватывают канадцы. И устремляются в атаку. Они пока на своей половине поля наконец вырываются в зону защиты. Но там никого нет, кроме защитников. В общем, вся пятерка советской сборной защищается. Канадцы, тем не менее, атакуют. А посмотрите на вратаря. Он все равно внимательно следит сейчас за шайбой. Потому что он знает, что советские хоккеисты атакуют на большой скорости. И может быть, возможно, контратака. Но теперь все спокойно. Вбрасывание. Идет шестая минута второго периода. Счет прежний 1-0. Впереди сборная клубов Советского Союза. Сейчас за нашу команду выступает следующая пятерка. В защите играют Трегубов и Рагулин. В нападении тройка Деконский, Альметов и Александров. Гости выступают сейчас в следующем составе. В защите играют Сков и Лонг. В нападении играет тройка Дик, Буш и Форхен. Шайба в зоне защиты советских спортсменов. Рагулин устремился, забирает шайбу. Пробрасывает ее вдоль бокового борта. Деконский не смог обработать шайбу. Она приходит в зону защиты канадских спортсменов. Они выводят ее в среднюю зону. Применяют силовой прием. Шайбой Мартин. Мартин в зоне защиты наших спортсменов. Коноваленко парирует шайбу, но она оказывается в сетке ворот. Но судьи ее не засчитывают, так как шайба вошла в ворота от конька канадского спортсмена. Не волнуйтесь, товарищи телезрители, счет остается прежним. 1-0 в пользу сборной клубов Советского Союза. Смена составов. У нас появляется следующая пятерка. В защите Брежнев номер 4, Сидоренков номер 5 и тройка нападения локомотива Цыплаков, Снитков и Якушев. У гостей на поле появляются защитники Дуглас и Тенант. И в нападении играет тройка Аткин, Бадгейт и Плетч. Шайба находится в зоне наших спортсменов, Снитков подыгрывает ее на Якушева. Якушев очень далеко находился от Сниткова, поэтому не смог подобрать шайбу. Вот защитник Тенант забирает шайбу, выводит из своей зоны. Кстати, Айвон Тенант это защитник очень сильный. Он раньше играл за профессиональную команду Спрингфильд. Долгие годы он проводил игры среди хоккеистов профессиональной лиги. И вот лишь в последние годы он стал выступать за любительскую команду Чатам Маронс. Это очень сильный игрок, владеющий хорошо приемами силовой борьбы. Ответная атака сборной команды клубов Советского Союза, но было положение вне игры. Вы, наверное, знаете, товарищ телезритель, что значит положение вне игры. Если не знаете, коротко вам скажем. Это когда игрок атакующей команды оказывается в зоне защиты команды противника раньше, чем окажется там шайба. Вот сейчас вы видели, как Евгений Майоров оказался раньше в зоне защиты канадской команды, чем Старшинов пробросил шайбу туда в зону. Вот шайба сейчас опять Евгений Майоров, он в зоне защиты канадских спортсменов. Бросок к воротам и опять гости ложатся. Бросок к воротам. И на восьмой минуте, вновь после броска Вячеслава Старшинова, шайба оказывается в сетке ворот команды Чатам Маронс. Да, в сегодняшней встрече тройка спартаковцев очень играет самоотверженно, очень четко. Собственно говоря, об этом говорит и результат встречи. Две шайбы заброшены благодаря усилию этой тройки нападения. Итак, 2-0, впереди сборная клубов Советского Союза. Шайба вновь находится сейчас в зоне защиты канадских спортсменов. Опять бросок к воротам. Всего лишь две секунды прошло после вбрасывания шайбы. И она вновь оказалась в сетке ворот Алана Беннета. 3-0, впереди сборная клубов Советского Союза. Шайбу в ворота команды Канады провел Евгений Майоров. Окреленный успехом спартаковцы сборной клубов Советского Союза вновь бросается в атаку. Шайба сейчас в зоне защиты канадских спортсменов. У Евгения Майорова Евгений Майоров играет на сей раз уже не точно. Ведь напряжение встречи очень велико. Теперь уже сборная клубов ведет со счетом 3-0. Вы, наверное, помните результат прошлой встречи, когда гости вели в первом периоде со счетом 3-0. Теперь уже атакуют очень настойчиво Советских Киев. Трегубов бросает по воротам. Неточный бросок. Но шайба вновь в зоне защиты команды Канады. Рагулин отдавал ее Евгению Майорову, но сыграл не точно. Деконский уже вышел на поле. Еще бросок. Шайба опять у Деконского. Отдать Деконскому не удается точно. Но шайба у Трегубова. Вот Трегубов опять отдает Деконскому. Деконский сейчас недалеко от ворот сборной команды. Команды Чата Марус. Шайба у Алекандрова. И опять бросок неточен. Очень сильный натиск советских спортсменов. Вы помните, наверное, в первом периоде, когда с 13 по 17 минуту наши хоккеисты буквально не выпускали гостей из своей зоны защиты. Да, советские хоккеисты в сегодняшней встрече демонстрируют очень, я бы сказал, высокое мастерство. Большую часть времени наши хоккеисты проводят в зоне защиты канадских спортсменов. Вы видите, как провожают тройку Спартаковскую и тройку, возглавляемую центральным игроком Спартака Вячеславом Старшиновым зрителем. Сейчас на поле тройка команды Центрального спортивного клуба армии. Это слева Деконский в центре Альметов и справа Александров. Центрального спортивного клуба армии. Игра остановлена. Сейчас будет вбрасывание в зоне защиты нашей команды. Смена составов. У нас на поле появляется в защите Трегубов и Рагулин. В нападении тройка Локомотива. Снитков, Якушев, Цыплаков. Гости выступают в следующем составе в защите. Играет пара защитников Тенент и Сков. В нападении играет тройка, возглавляемая тренером и играющим хоккеистом Центральным нападающим команды Пауэром. Тройка следующая. Батч Мартин, Лубендо и Теп Пауэр. Пока мы вам рассказывали о составе нападения команды Канады, Шайба на 10-й минуте в четвертый раз оказалась в сетке ворот гостей. Нам было очень трудно проследить, кто оказался ее автором, но мне кажется, левый крайний москвичей Цыплаков. Да, вот Диктор объявил о том, что автором четвертой шайбы стал Цыплаков. Советские хоккеисты опять завладели шайбой. Вот Трегов отдает Рагулину. Шайба приходит с Ниткова. Снитков вбрасывает в зону. Нарушение правил. Вбрасывание будет в средней зоне. Опять смена составов. Сейчас на поле у советских спортсменов выступает в защите Брежнев-Сидоренков. И в нападении спартаковская тройка Евгений Майоров, Вячеслав Старшинов и Борис Майоров. За команду Канады выступает прежний состав. В защите играют Дуглас и Тенант. И в нападении тройка Патч Мартин, Лубендо и Пауэр. Мартин с шайбой. Чедоренков забирает шайбу в своей зоне. Начинается ответная атака советских спортсменов. Шайбу Евгений Майоров в зоне защиты команды Канады. Передача налево на своего брата Бориса, но не точная передача была. Там свалка у противоположного борта. Шайбой владеют канадские спортсмены. Тенант с шайбой, защитник, отдает дальше на Бендо. Бендо направо на Мартин. Мартин в зоне защиты нашей команды отдает Бендо. Бендо теряет шайбу. Сидоренков забирает, отдает Евгению Майорову. Евгений Майоров в старшину. Старшину в средней зоне. Входит в зону защиты канадских спортсменов. Но он здесь один вступил в силовую борьбу с тремя спортсменами команды Канады. И потерял шайбу. Брежнев, защитник сборной клубов Советского Союза. Не останавливая игры, советские спортсмены произвели замену. На поле появился Деконский. А вот уже и Альметов занимает место центрального нападающего. Шайбу Рагулина. Рагулина дает в центр. И Борис Майоров не смог обработать шайбу. Мартин с шайбой. Деконский в средней зоне. Играет не точно. Шайбу перехватывает лонг. Вот шайбу Альметова. Он один-один с вратарем. Обыгрывает вратаря. Но еще бросок. Вы, наверное, товарищ телезрители, видели о том, что шайба оказалась в сетке ворот раньше того момента, когда были сдвинуты ворота. И поэтому шайба засчитывается. Произошло это на 12-й минуте второго периода. Шайбу в ворота команды Чата Маронс провел правый крайний сборный клубов Советского Союза Вениамин Александров. Итак, 5-0 впереди сборная клубов Советского Союза. Через несколько минут, товарищ телезрители, мы продолжим нашу передачу по первой программе. Но просим вас, не покидайте ваши экраны, так как передача будет продолжена и по второй программе. Шайба сейчас находится в зоне защиты команды Канады. Она у Вениамина Александрова. Вениамин Александрова дает назад. Рагулин направо на Деконского. Канадские хоккеисты начинают все чаще и чаще применять силовые приемы. Но надо сказать, что наши спортсмены тоже вступают в силовую борьбу. Они не желают в этом приеме, что ли, мужественной и самоотверженной игре уступать нашим гостям. Шайба вбрасывается в зоне защиты команды Канады. На поле сейчас тройка нападения локомотива. Шайба у Якушева. Бросок в воротом. Неточный. На поле в защите сейчас за сборную клубов выступает Сидоренков, Брежнев. В нападении тройка Цыплаков, Якушев, Снитков. За команду Канады в защите играют Сков и Лонг. И в нападении тройка Стодарт номер 18, Буш номер 6 и Аткин номер 16. Вы обратили внимание, товарищ телезритель, что только что канадские хоккеисты провели первую ответную шайбу в сетку ворот сборной команды клубов Советского Союза. Это произошло на 13-й минуте. Первую ответную шайбу провел Стодарт, выступающий под номером 18. Кстати, Стодарт уже не молодой, он очень опытный игрок. Ему 33 года. Он имеет большой опыт выступления в профессиональном хоккее. Он в течение четырех лет играл за команду высшей профессиональной лиги Нью-Йорк Рейджерс. Атакует сборная клубов Советского Союза канадские хоккеисты, применяя такую верхнюю передачу, вбрасывает шайбу в зону защиты нашей команды. Шайбой Рагулин. Сейчас игра остановлена, шайба проброшена через две зоны и будет возвращена на ту точку, где произведено нарушение. Товарищи телезрители, сейчас подключилась к нам первая программа, поэтому разрешите коротко познакомить вас с тем, как происходила встреча нынешних соперников. Это команда Чатам Марунс Канада и сборная клубов Советского Союза. В первом периоде на третьей минуте Борис Майор с подачи Старшинова забросил единственную шайбу в ворота канадцев. Игра проходила очень интересно и напряженно, потому что большинство времени наши хоккеисты территориально имели преимущество и игровое. Но первый период закончился только со счетом 1-0 и хоккеисты ушли на отдых с этим счетом. Второй период, который начался 13 минут тому назад, порадовал нас очень интересной, слаженной игрой наших нападающих. Сейчас прошло в течение 13 минут 5 шайб в ворота команд, причем из них 4 в ворота наших гостей, команды Чатам Марунс, и одна шайба в ворота советской команды, которую забросил Стодарт номер 18 на 13 минуте. Как же забивались шайбы во втором периоде в ворота наших гостей? На 8 минуте Старшинов забил вторую шайбу, тут же на 8 минуте вслед за Старшиновым Евгений Майоров, это игрок тоже команды «Спартак», забил третью шайбу. На 10 минуте Цыплаков увеличил до счета 4-0 и на 12 минуте Александров увеличил счет до 5-0. Сейчас идет 15 минута, счет 5-1 ведут хоккеисты сборной клубов Советского Союза. Сейчас атакуют советские хоккеисты, но не совсем четкий бросок по воротам, Старшинов не смел использовать очень удачное положение, и уже продолжается атака. Александров играет с защитником Брежневым, бросок, но сейчас опять самоотверженно защищают свои ворота защитники гостей. Они все время стараются взять шайбу на себя, мешая полету шайбы в сторону ворот. Они все время оберегают и ворота, и своего вратаря, который сегодня играет достаточно успешно и блестяще, нужно сказать. Вот Александров атакует, он с шайбой отдает на пятачок, но никто из его партнеров не оказался на месте, чтобы остановить шайбу и произвести бросок в сторону ворот гостей. Сейчас шайба уже в зоне советских хоккеистов. Генрих Сидоренков там борется за шайбу, теряет ее. Канадские хоккеисты, владели шайбы, играют назад на защитника. Это был лонг, он сделал бросок, но не совсем сильно. И вот уже атакуют снова канадцы. Наши хоккеисты начинают также применять силовые приемы, которые очень хорошо демонстрировали наши гости в двух периодах. Александров с шайбой. Он очень сильно переводит на противоложную сторону. Шайбу дает на Альметову. Альметов на большой скорости входит в зону гостей, оставляя Деконскому. Деконский повременил, нужно было сразу давать обратно Альметову. И вот шайба выброшена в среднюю зону. Но гости часто пользуются этим приемом, когда тяжело становится во время защиты своей зоны. Они малейшую возможность выбрасывают зону. Вот Альметов с шайбой подходит к воротам, но его опять очень плотно блокирует нападающий гостей. Вперед устремляется Мартин. Это один из сильнейших хоккеистов команды. Но Бендо потерял шайбу и вот уже Деконский сильно переводит в противоложную сторону. Отдает на Рагульна защитника. Рагульн проводит шайбу вперед на Александрова. Александров один в зоне гостей. Вот он играет на Альметову, подошедшему на помощь. Брежнев, защитник команды сборной Советского Союза. Играет на ворота, но шайбу перехватывают нападающие гостей. Вот в средней зоне нападающий гостей обыгрывает одного из нападающих. Играет в сторону ворот. Но Коноваленко очень спокойно парирует эту шайбу и отводит ее в сторону, в угол площадки. Туда устремляется Иван Трегубов. Нужно сказать, что наши хоккеисты сегодня играют очень грамотно и содержательно, если так можно сказать. Они все время играют широким фронтом, разрывая линию защиты гостей. Гости самотверженно защищают свои ворота. Но, как вы видели, все-таки пять шайб прошли ворота команды «Сятом Маронс». Несмотря на ту самотверженную защиту, которую они организовывают около своих ворот. Сегодня наши хоккеисты блеснули хорошей маневренной игрой. И надо сказать, что если в прошедшей первой игре наши хоккеисты, имея очень много возможностей и моментов для бросков по воротам, но вот, простите, опасный момент, Цыплаков в шайбу нужно отдать Сниткову. Очень хорошо сделал Цыплаков. Мы как раз сказали, что нужно было отдать Сниткову. Но он нашел более правильный, лучший ход. Он отдал шайбу Якушеву, не прикрытому никем. И Якушев очень спокойно направил шайбу в ворота гостей. И так, на 18-й минуте счет стал 6-1 в пользу команды Советского Союза. Контратакуют канадские спортсмены. Шайба сейчас у нападающего Дика. Вот Дик пытается завладеть шайбой, но ему не удается. Эта шайба проброшена вот так к противоположному борту. Это уже защитник Дуглас производит бросок, но опять неточный. Наши спортсмены тоже очень стойко защищаются в сегодняшней встрече. Видите, сейчас Сидоренков из очень трудного положения отдал шайбу Сниткову. Снитков в средней зоне. Он приближается к зоне защиты канадских спортсменов. Вот в зоне бросок по воротам, но неточный бросок. Канадские спортсмены очень быстро организуют защиту своих ворот. Мы вам рассказывали, товарищ телезритель, об игре вратаря канадской сборной. Канадские команды Чатам Маранс. Но мы... А сейчас опасный момент в зоне защиты наших спортсменов. И вы видели, как сейчас самоотверженно защитник Брежнев лег под бросок канадского спортсмена и преградил полет в шайбе. Да, момент был у канадских спортсменов явно голевой. Молодец, Владимир Брежнев. Смена составов. На поле у нас появляется в защите Трегубов и Рагулин. И в нападении спартаковская тройка майоров, старшинов, майоров. У гостей выступают сейчас в защите Сков и Лонг. И в нападении... В нападении играет тройка. Бадгей, Буш и Плетч. Дело в том, что, товарищ телезритель, в прошлой игре канадские хоккеисты играли четырьмя тройками нападения. Вы, наверное, помните, что наши хоккеисты играли также в четыре тройки нападения и в три пары защитников. Сегодня наши гости очень часто вводят игру, не придерживаясь того плана, не придерживаясь тех укомплектованных троек. И поэтому нам очень трудно следить за составом, постоянным составом тройки нападения наших гостей. И вот мы вам рассказывали уже об игре вратаря. Но надо сказать, что наши гости в защите играют очень четко. И не только заслуга вратаря в прошлой игре. Но надо сказать, что большая заслуга была и защитной линией команды Канады. Вы, наверное, обратили внимание, как гости в момент броска наших хоккеистов ложатся под бросок, не давая возможности провести шайбу в ворота. Это очень нужный, очень хороший прием в момент защиты своих ворот. Сейчас было положение вне игры. Поэтому будет вбрасывание в средней зоне. Наши спортсмены меняют состав. На поле появляется вновь пара защитников Брежнев-Сидоренков. Нападение нашей команды выглядит сейчас следующим образом. Деконский, Альметов и Александров. Гости выступают в прежнем составе. Только на поле появился вместо Буша Аткин, номер 16. Аткин это тоже не молодой игрок. Ему 28 лет. Он полузащитник команды. В основном он играет несколько сзади. Правда, в хоккее шайбы нет полузащитников. Но у канадцев есть такое понятие, когда игрок играет несколько сзади основной своей тройки нападения. Аткин это помощник капитана. Выступал за профессиональную команду. Умело и четко применяет силовые приемы. Вы, наверное, помните игру, прошлую игру наших хоккеистов с командой Канады, когда Аткин показывал, демонстрировал московским любителям хоккея силовую борьбу. Сейчас такой советский спортсмен. Альметов отдает Александрову. Александров не смог сейчас произвести бросок, так как его атаковали сразу два спортсмена команды Канады. Сейчас Батгейт входит в нашу зону, но теряет шайбу. Альметов подхватывает, он в средней зоне. Они вдвоем сейчас с Александровым атакуют зону защиты команды противника. Вот бросок сильный издалека. Аткин с шайбой. Выбрасывается в нашу зону. Коноваленко парирует шайбу к лицовому борту. Батгейт там и вместе с ним Плетч атакует нашу зону. Вот опять силовой прием. Но правда он проведен неправильно. Толчок руками. И причем толчок руками в зоне команды противника. Как вы знаете, это запрещено правилами. Теперь гости вынуждены будут играть в четыре полевых игрока. Реальная возможность у наших спортсменов еще увеличить счет. Впрочем, посмотрим. Впереди еще, правда, очень мало времени. Остается всего-навсего шесть секунд до конца встречи. Посмотрим, ведь вы помните, как в течение буквально трех секунд нашим спортсменам удалось увеличить счет. Вбрасывание сейчас в средней зоне. Наши спортсмены уступают тройкой. Декунский, Альметов, Александров. Видите, канадцы задерживают шайбу. Не давая возможности ею завладеть. И вот уже сами держат ее в средней зоне. А вот и свисток. На этом закончился второй период. Закончился он, как вы знаете, со счетом 6-1 в пользу сборной клубов Советского Союза. Вы, товарищ телезритель, уже в курсе событий. Вы знаете о том, что перед началом третьего периода счет 6-1 в пользу сборной клубов Советского Союза. Вы, конечно, вместе с нами радуетесь успеху нашего коллектива. Успеху молодого коллектива, который готовится к предстоящему чемпионату мира в Швейцарии. Надо сказать, что вы помните, конечно, прошлую встречу. И вы помните, как наши спортсмены долгое время не могли найти ключ к защите. К плотной и очень четкой игре защиты наших гостей, команды Чата Маронс. Очень приятно отметить. Я думаю, что вы вместе с нами радуетесь сегодня успеху нашего тренерского коллектива. Успеху нашего всего игрового ансамбля, который нашел все-таки ключ к этой очень четкой, самоотверженной игре защитников команды Чата Маронс. Об этом свидетельствует и счет встречи. 6-1 впереди сборная клубов Советского Союза. Итак, команды сейчас выйдут на поле для того, чтобы продолжить этот интересный поединок. Поединок двух очень сильных команд. Команды представительницы Родины хоккея, команды Чата Маронс, команды Канады и сборной клубов Советского Союза. Вы знаете, что наши хоккеисты не раз встречались с хоккеистами Родины хоккея. И надо сказать, что сегодня это 31-й поединок советских и канадских хоккеистов. В предыдущих встречах 14 раз победу одерживали советские спортсмены. 13 матчей закончились победой канадских спортсменов. И всего лишь в трех играх был зафиксирован ничейный результат. Итак, продолжим наш рассказ. Сейчас на поле за советскую команду выступают следующие игроки. В защите играет Брежнев-Сидоренков. В нападении играет тройка Альметов, Деконский и Александров. У гостей играют в нападении Аткин и Плетч. В защите играют Дуглас и Тенент. Шайба находится в зоне защиты канадских спортсменов. Она у Брежнева. Брежнев поддает Альметов. Бросок поворотом. Шайбу Александрову за воротами команды Канады. Сидоренков с шайбой. Опасный момент. Бросок. Вратарь Беннет парирует шайбу. Но она по-прежнему находится в зоне защиты гостей. Вот Брежнев шайба. Он в средней зоне. Александров. Александров набирает скорость. Входит в зону защиты команды противника, но теряет шайбу. Аткин забирает ее. Отдает Дугласу. Опять Альметов прервает передачу. Советские спортсмены начинают атаку. Производят смену игроков. На поле появляется три губов. Евгений Майоров. И в момент, когда наши хоккеисты остались в численном меньшинстве, то есть играли всего лишь вдвоем Альметов и Александров, шайба в седьмой раз оказалась в сетке ворот вратаря Алена Беннета. Итак, произошло это на второй минуте. Счет 7-1. Впереди сборная клубов Советского Союза. Шайбу. Седьмую шайбу в сетку ворот гостей забросил Вениамин Александров. Гости бросаются в ответную атаку. Форхин здесь борется за шайбу. Вот передача на пятачок. Там очень зорко следит за шайбой. Три губов отдает ее Старшинову. Старшинов отдает Борису Майорову. Опять атакует советских хоккеистов. Передача на пятачок. Не точная шайба у Рагулина. Рагулин теряет его. Три губов вручает своего партнера по команде. Вбрашивает опять в жену. Старшинову бросает по воротам. Но не точно. Сков прервает передачу. Вот вы видите этого игрока, защитника команды Чата Марунс. Он тоже немолодой. Ему 28 лет. Опять атакует советские спортсмены. Шайбу Евгения Майорова. И видите, как его прикрывает Мало. Рагулин с шайбой. Евгений Майоров. Передача Старшинову. Старшинов не смог обработать шайбу. Рагулин вновь возвращает Евгению Майорову. Евгений Майоров пропускает. Дает Борису Майорову. Борис Майоров опять Евгению Майорову. Борис Майоров с шайбой. Обыграет рога. Бросок поворотом. Вратарь опять парирует. И здесь уже на помощь опять Сков приходит. Шайба в средней зоне. Она у Трегубова. На поле появляется тройка московского локомотива. Цыплаков, Якушев, Снитков. Шайбу Цусниткова. Защитники также меняются. На поле появляется Брежнев и Сидоренков. Цыплаков, Шайба. Он, правда, пока еще в своей зоне входит в среднюю зону. Отдает Якушеву. Якушев входит в зону защиты команды Канады. Вот передача Цыплакова. Но Цыплакова очень там резко так, применяя силовой прием, оттесняет к противоположному борту. Вот уже ответная атака. Впрочем, Канадцы опять теряют шайбу. Очень настойчиво атакуют сегодня советские спортсмены. Якушев в шайбу. Он в средней зоне. Обыгрывает Скову очень хорошо. Входит в зону. Отдает Цыплакову. Там Снитков борется за шайбу. Слонгом и защитником Сковом. Форхен приходит на помощь своим защитникам. Тот выбрасывает гости уже в шайбу. В среднюю зону атакуют гости Дик с шайбой. Положение вне игры. Шайба была проброшена из зоны защиты канадских спортсменов. И принята была Диком за красной линией. Поэтому будет вбрасывание с той точки, откуда была произведена передача. Вот видите, отсюда был произведен бросок. Опять смена составов. В защите за советскую команду выступают Трегубов и Рагулин. Нападение Александров, Альметов, Деконский. За гостей выступает первая тройка нападения. Бендо, Пауэр и Мартин. Шайбу Альметова. Опять атакуют советские спортсмены. Шайбу Вениамина Александрова. Бросок поворотом. Неточный бросок. Шайба опять у Александрова. Александров отдаёт Трегубову. Трегубов Деконскому. Мартин там атаковал сейчас Деконского, применив силовой приём. Завладел шайбой. А вот уже гости там за своими воротами теряют шайбу. Вновь она у Деконского. Деконский отдаёт Рагулину. Рагулин бросает поворотом. Опять бросок неточный. Дуглас шайбой. Мартин. Пауэр потерял шайбу. Александров завладел ею. Отдаёт Деконскому. Шайбу Деконскому. Деконскому отдаёт Александрову. Александров бросает. И видите, опять защитники ложатся под бросок. Не давая возможности произвести точный бросок поворотом. Вот Трегубов борется здесь за шайбу в зоне защиты команды Чатам Марунс. Вратарь Беннент ловит шайбу. Вбрасывание в зоне защиты команды Чатам Марунс. Опять смена составов. На поле у нас появляется следующая пятёрка. Сидоренко в брежневе в защите. И тройка нападений. Евгений Майоров, Старшинов, Борис Майоров. Вот бросок поворотом. Опять гости преграждают путь полёту шайбы. Шайбу Сидоренкова. Сидоренков отдаёт Борису Майорову. Передача на пятачок Старшинову. Бросок. Да, Старшинова сегодня смело можно назвать героем дня. Старшинов на пятой минуте третьего заключительного периода провёл восьмую шайбу в сетку ворот команды Чатам Марунс. Это уже третья шайба по счёту, заброшенная от клюшки Вячеслава Старшинова в сегодняшней встрече. Шайба находится сейчас в зоне защиты нашей команды. Она у Сидоренкова. Сидоренков играет, правда, не совсем точно. Вновь шайба у Сидоренкова. У Брежнева. Брежнев начинает атаку из своей зоны, даёт Старшину. Но Старшинов не смог обработать шайбу. Ответная атака гостей. Буш с шайбой. Очень хорошо применяет силовой приём Брежнев. Борис Майоров с шайбой. Положение вне игры. Очень увлёкся нападением сейчас Евгений Майоров. И примерно на два метра оказался раньше в зоне защиты команды Чатам Марунс. Вновь смена составов. Очень высокий темп игры. Атакуют советские спортсмены. Там, видите, как даже в силовую борьбу вступает Цыплаков уже с таким физически сильным игроком, как Форхен, который отличается в силовой борьбе очень. Он очень чётко применяет силовые приёмы. Но, видите, даже Цыплаков вступил с ним в силовую борьбу. В Брасуне в зоне защиты команды Канады. Чатам Марунс производит смену. На поле появляется Бэндо. Цыплаков с шайбой. Он входит в зону защиты команды Чатам Марунс. Очень хорошо пытался сейчас обыграть Скова, но Сков, опять применив силовой приём, не дал возможности Цыплакову завладеть шайбой. Гости очень медленно переходят в среднюю зону. Надо сказать, что канадские хоккеисты вообще не отличаются большой скоростью, но зато очень бросается в глаза чёткий розыгрыш шайбы. Правда, вот сейчас вы видели, как Бэндо не удалось чётко отдать шайбу своему партнёру по команде Форхену. Советские спортсмены. Это защитник Рагулин. Борется за шайбу, прижимает её к борту. Вбрасывание в зоне защиты сборной клубов Советского Союза. На поле появляется первая тройка. Это нападение советской команды Деконский, Альметов, Александров в защите, Брежнев, Сидоренков. Гости выступают сейчас о нападении в следующем составе. Буш номер шестой, Бэндо номер один и Стодарт номер восемнадцать. Шайбу Альметова. Альметов входит в зону, но раньше вновь там оказываются и Александров, и Деконский. Очень велико желание сегодня у наших спортсменов всё время находиться в зоне защиты команды противников. И это понятно, ведь наши хоккеисты, вы помните, и по прошлому, наверное, состязанию, всё время атаковали ворота защищающие, защищал в прошлом, кстати, и Харлей. Сегодня защищает Беннен. Всё время находились в зоне защиты команды Чата Маронс. Сегодня наши хоккеисты демонстрируют очень хорошую, слаженную игру в нападении. Атакуют уже гости. Аткин борется за шайбу с Альметовым. Это же Брежнев. Там пытался сейчас прижать шайбу к борту. Вбрасывание будет в зоне нашей защиты. Идёт восемнадцатая, простите, восьмая минута третьего заключительного периода. Счёт 8-1. Впереди сборная клубов Советского Союза. Шайбу Деконского, он в средней зоне, отдаёт её Альметову. Мы должны извиниться, товарищи телезрители, что на минуточку прервём рассказ о самом матче. К нам в нашу радиоложу пришёл президент Канадской львицкой хоккейной ассоциации, господин Джек Роксберг. И я хотел бы задать ему несколько вопросов. Господин Роксберг, прежде всего я хотел бы просить вас рассказать о ваших впечатлениях о сегодняшнем матче. Мистер Роксберг, what can you tell me of today's match? Today's match is very fast. And the Russian players now are playing hockey the way I've seen them play in Canada. They have that pattern play really going and it's paying off. Господин Роксберг говорит о том, что сегодняшняя встреча, это действительно великолепная встреча. И он говорит, что он видел такой хоккей в Канаде, когда наши советские спортсмены играли на таком блестящем спортивном уровне, как это было в Канаде. И что они действительно владеют и клюшкой, и шайбой так, как настоящие большие мастера. И еще один вопрос. Do you think, what is the difference between the tactics of our team of the previous game, of today's game? Well, I think there's one thing that is very definite, and that is that your players are shooting, and it's really paying off. Yesterday's game, they did not shoot at all. They wanted to come right on the net. Today they are shooting from blue line and right on in, and it's really paying off in goals. What did you say, Mr. Rocksberg? First of all, the match, which happened between the Canadian team and our team, was that our players, of course, were a little bit left, which is, in the stride by the wren. And here's the match. Our players, as said Mr. Rocksberg, just стреляют, just стреляют, just стреляют непрерывно, like the wren. And this, of course, gives their results. The score is very clear. And in conclusion, we understand, that you are now, and they're going to be as if you are the best of your team. And we, as we call them, we've invited you to just a second. What would you say, who would you like the most of our Soviet players? Who could you say? Well, who do you like the best from our Soviet team? Well, I like Alexandrov, and Tregabov, and that little fellow, Sikplakov? Sikplakov? Sikplakov. Sikplakov, yeah, he's good. Господин Росберг считает, что среди наших игроков ему следует выделить наших нападающих Александрова и Цыплакова и защитника Трегубова. Спасибо большое. И, возможно, несколько слов о следующем игре с нашим советским молодым команем. Ну, я знал, что сегодняшний команда, в сегодняшний момент, они действительно получают это. И я думаю, что они вернутся снова и будут на земле, так сказать. И сегодняшний игр будет хороший игрок. Спасибо большое. И я желаю вам доброго успеха. Спасибо, что я здесь присоединился. И это, я надеюсь, будет привести гораздо лучше и держать хорошие отношения с нашими союзными спортсменами и нашими своими. Спасибо большое. Мы имеем в виду同じ точки зрения. Господин Росберг сказал, что в отношении следующей встречи с молодыми советскими спортсменами команды наших молодых хоккеистов, он надеется, что их парни немножко придут в себя после такого довольно тяжелого поражения, которое достается им в этом матче и надеется, что они покажут настоящий хороший хоккей после того, как они успокоятся и придут в себя. И он считает, что такие встречи между канадскими и советскими спортсменами только приносят одно – пользу для укрепления дружбы и культурных связей между нашими странами, для укрепления дружеских связей между спортсменами наших стран. И я от вашего имени, товарищи телезрители, согласился с этим очень правильным суждением и пожелал канадским хоккеистам больших успехов и счастливого пребывания в нашей стране. Еще раз спасибо вам, господин Росберг. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Сこれ Произвёт вбрасывание в зоне наших гостей. Стодор подходит к судейскому столу и спрашивает, сколько осталось сидеть на скамине штрафованных Плеччу. Его очень беспокоит, так как их ещё четверо на поле. Вот он подошёл, вбрасывание. И вот уже Мало устремляется вперёд, но вовремя подоспевший, Стодор Снитков отнимает у него шайбу, передаёт на Рогульн, Рогульн получает шайбу обратно. Стодор проходит вперёд, но шайба остановлена, игра остановлена, так как шайба была дана через зону. Стодор Снитков не имел права брать шайбу за красной линией, он должен был взять её до красной линии. Ну и сейчас будет сбрасывание в зоне нашей команды. Мало борется за шайбу, вот он сам себе помогает коньком, но никто из партнёров его не поддержал, и уже атакуют наши хоккеисты Стодор Снитков с шайбой. Бросок, но там опять оказалось сразу три игрока канадской команды. Свисток. Две минуты получает Снитков за подножку клюшкой. Сейчас наши хоккеисты остаются вчетвером. Команды оказались снова в равных составах. Сейчас на поле по четыре игрока. Правда, плеч игрок команды Канады должен сейчас выйти на поле, и у команды Канады будет преимущество, численное преимущество в игроках. Вот сейчас Сков очень хорошо сыграл своим партнёром Мартином. Мартин проходит вперёд, но вовремя выкатившийся из ворот. Коноваленко отбивает шайбу. Дуглас, защитник шайбы. Вот он играет с защитником Сков, получает обратно шайбу. Вот Дуглас играет на Пауэра, это тренер команды, 12-й номер. Снова бросок по воротам. И вот Пауэр борется за шайбу. Он проходит в угол площадки, играет на Мартина. Мартин отпасовывает шайбу назад своему партнёру Лу Бендо, и тот забрасывает шайбу в ворота нашей команды. На 16-й минуте счёт становится 10-2, введут наши хоккеисты. Как вы знаете, товарищи зрители, что после забитой шайбы, если команда играла в численном меньшинстве, игрок, находившийся на скамье оштрафованных, немедленно возвращается в поле. Так и сейчас. Команда наша играла в численном меньшинстве, после пропущенной шайбы играет в полном составе. Сейчас на поле наша тройка нападающих. Александров, Альметов, Деконский. В защите играет Брежнев, Сидоренков. Наши гости играют своей первой тройкой нападающих. Бендо, Мартин и Пауэр. В защите играет Лонг и Сков. Вот Альметов шайбы, он играет на Деконского, но Деконского очень плотно опекает Лонг. И настолько плотно, что даже сбивает его с ног, в то время, когда он даже не имел шайбы. Поэтому судья Вагнер приглашает Лонга на скамью оштрафованных. Снова наши гости играют в численном меньшинстве. Наши гости снова меняют. Меняют пару нападающих, пару защитников. Тем более, они знают, что наша тройка нападающих, Альметов, Деконский и Александров, это очень сильная, технически грамотная и довольно-таки агрессивная тройка. Ну и вполне естественно, что сейчас они укомплектовали свою четверку игроков самыми сильными, опытными хоккеистами. Вот вперед устремляются хоккеисты команды Чатом Маронс. Александров получает шайбу, отдает очень хорошо Альметову. Альметов на скорости входит в зону гостей, но здесь очень хорошо и спокойно сыграл вратарь Беннен. Шайба выброшена. Причем, нужно сказать, что если в прошлых случаях, когда команда играла в численном меньшинстве, игроки гостей очень расчетливо выбрасывали шайбу так, что она не доходила до линии ворот противника, то сейчас этот расчет, видимо, был упущен. То ли сказалась усталость, то ли счет повлиял, что игроки не совсем четко выполняют, казалось бы, очень простые приемы. Вот сейчас очень хорошо владеет шайбой Аткин. Вот вы видите, он как играет. Он не торопится отдать шайбу. Правда, здесь он потерял равновесие и упал. Ну, шайбу придется убросить недалеко от этого места, где упал Аткин. Снова Аткин идет на вбрасывание. Он из старшинов. Старшинов выигрывает, играет на своего защитника Трегубова. Трегубов отдает вперед. Старшинов шайбой бросок поворотом, но Беннет отбивает шайбу в угол, далеко в угол. Плечь шайбой. Вот он как раз играет. Мы вам говорили, что он очень хорошо владеет клюшкой шайбы. Вот он, видите, как не торопясь, спокойно осматривается, играет со своим защитником Теннентом. Теннент выбрасывает очень легко, выбрасывает шайбу из своей зоны. И команда выстраивается для того, чтобы встретить наших нападающих. Вот вперед устремляется Борис Майоров. Он играет назад на Трегубова. Трегубов отдает старшинову. Старшинов разворачивается, ищет кому отдать. Наши гости очень четко выстраиваются около своих ворот. Они все время с четырьмя игроками как бы перекрывают всю площадь своей зоны. И вот снова Аткин с шайбой. Он не торопится. Вот он немножко, правда, злоупотребил передержкой шайбы и потерял. И вот Иван Трегубов в шайбу играет на Рагулина. Рагулин смотрит, кому обладать. И бросает в сторону ворот. В то время как лучше было бы, пожалуй, отдать шайбу Евгению Майорову. Вот Евгений Майоров борется с Аткиным. А вот шайбу Рагулин, защитник нашей команды, прижал к борту. И сейчас происходит смена составов. Идет 19-я минута третьего заключительного периода. 10-2 впереди сборная клубов Советского Союза. За советскую команду сейчас выступают в защите Брежнев и Сидоренков. В нападении тройка Цыплаков, Якушев, Снитков. Сейчас очень остро атакуют советские спортсмены. Вратарь Беннет прижимает шайбу ко льду. Вбрасывание в зоне защиты команды Чатам Марунс. Гости выступают также теперь уже в полном составе. Шайба по-прежнему находится в зоне гостей. Вот они выбрасывают ее в среднюю зону. Шайба сейчас Форхен. Он в зоне защиты нашей команды. Бросок по воротам. Коноваленко парирует, но сам оказывается в сетке своих ворот. Шайба у Сниткова. Снитков в средней зоне. Опять гости выбрасывают ее в нашу зону. Вот она приходит Сниткову. Снитков сейчас в средней зоне. Входит в зону защиты команды Чата Марунс. Мечает, меняется местами с Цыплаковым. Играют не точно наши спортсмены. Вот Цыплаков опять перехватывает шайбу. Он вновь в зоне защиты команды гостей. Якушев с шайбой. Наши спортсмены пытаются растянуть защиту. Отдают шайбу Цыплакову. Цыплаков, Сниткову, бросок. На исходе девятнадцатой минуты после броска с Ниткова счет становится 11-2 в пользу сборной клубов Советского Союза. На поле у нас сейчас следующий состав. В нападении Деконский, Альметов, Александров. В защите Трегубов и Рагулин. Команда Чата Марунс выступает сейчас в следующем составе. В защите играют Сков и Лонг. В нападении играют Мало, Дик и Буш. Шайба сейчас находится в зоне нашей защиты. Но отыграют не точно гости. Шайба приходит уже к нашим защитник. Вот Трегубов набирает скорость, сходит в среднюю зону. Можно отдавать. Нет, Трегубов сам уходит. Бросок. Но игра остановлена. Нарушение правил вбрасывания будет у зоны защиты команды Канады. Смена составов. Заканчивается последняя минута этого интересного поединка. Команды Чата Марунс и сборной клубов Советского Союза. Мартин с шайбой в зоне защиты нашей команды. Его атакуют Трегубов, не давая возможности отдать шайбу партнеру. Нарушение правил. Игра остановлена. Вбрасывание в зоне защиты нашей команды. До конца встречи остается 19 секунд. 11-2. Впереди сборная клубов Советского Союза. Последняя атака гостей. Шайба у Деконского. Деконского атаковал сейчас Бендо. Шайба приходит Трегубу. Трегубов отдает Рагулину. Рагулин Александрову. Советская команда устремляется в атаку. Отходит в зону защиты команды Чата Марунс. Александров бросает. Но защитники не дают возможности направить шайбу в сторону ворот. Шайбу у Деконского. И в это время раздается сирена. Возвестившая о том, что вторая встреча между командой Чата Марунс и сборной клубов Советского Союза. Закончилась. Закончилась она, как вы знаете, замечательной победой сборной клубов Советского Союза со счетом 11-2. Это, безусловно, большой успех всего коллектива советских хоккеистов и коллектива тренерского состава. Участники встречи поздравляют друг друга. Поздравляют с интересной, содержательной, красивой игрой. На этом мы заканчиваем, товарищи телезрители, нашу передачу из Дворца спорта Центрального стадиона Игни Ленина, которая была организована редакцией последних известий. Вели передачу. Режиссер Алексей Петраченко. Старшие операторы Иван Минеев и Анатолий Сорокин. Операторы Вадим Василевский, Геннадий Судаков и Виталий Сушко. Звукорежиссер Инна Истягина. Интервью с президентом любительской хоккейной лиги Канады Роксбергом вел Юрий Фокин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова